Вакцинация от коронавируса проводится добровольно и бесплатно. Если прививку от COVID сделают 60% населения, это поможет сформировать коллективный иммунитет и остановить эпидемию. Свою лепту в этот процесс сегодня внес заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Он пришел в прививочный пункт, чтобы пройти первый этап вакцинации. Для меня на самом деле этот шаг, это шаг ответственности. Ответственности не только перед собой за свое здоровье, а перед окружающим, перед своей семьей, перед коллегами по работе. И я посчитал для себя важным и необходимым сделать прививку. О здоровье своем, своих близких и коллег позаботился и министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Полгода назад он перенес COVID и не понаслышке знает, насколько коварен вирус и как важно себя от него защитить. Медики напоминают, через некоторое время после перенесенной болезни антитела исчезают и человек рискует заболеть коронавирусом вновь. Поэтому лучше привиться. Прививка показана лицам от 18 лет, не страдающих острыми в этот момент заболеваниями, не страдающими острыми инфекционными заболеваниями в этот период и не страдающими злокачественными заболеваниями в период прохождения специального лечения хирургического, химиотерапевтического, лучевого. В Самарской области привились уже более 125 тысяч человек. Из них свыше 78 тысяч получили второй компонент вакцины и таким образом завершили вакцинацию. При этом более половины привитых – это люди старше 60 лет, входящие в группу риска по заболеваемости коронавирусом. Вакцинация проходит в два этапа. Два этапа – это для лучшей выработки иммунистета. Там входят определенные частички коронавируса неживого, которые формируют определенные виды иммунистета. И чтобы иммунистет был дольше и устойчивее – вот это два этапа. Записаться на прививку можно дистанционно. По телефону горячей линии 122 и на портале госуслуг. Для заявки нужно выбрать услугу «Запись на вакцинацию». Баннер на главной странице. Даже при отсутствии электронного расписания можно оставить заявку в листе ожидания. И как только препарат поступит в поликлинику, вас пригласят на процедуру. Мэри Елчан, События.